10 команд со всех дивизий ВДВ. Здесь, на полигоне Сельца, их называют сквадами, то есть отрядами. Каждому скваду на соревнованиях по практической стрельбе нужно пройти 12 упражнений, по 6 в день. Солдатам предстоит стрелять из пистолета Макарова, Ерыгина и автомата Калашникова 74М. На каждом упражнении есть несколько мишеней. Цель попасть минимум 2 раза в каждую. Сама мишень разделена на 3 сектора. Центр, буква А, участок ближе к краю, С и сам край, Д. На профессиональном жаргоне они звучат как Альфа, Чарль и Дельта. Лучший результат – это дабл Альфа, то есть два выстрела в центр. Засчитываются и общие попадания, и время прохождения упражнения. Притом только в малой части из них солдаты стоят на месте. Обычно они перемещаются по выделенной зоне. Это одно из главных отличий соревнований по практической стрельбе от обычных стрельб в армии. Данные условия этих упражнений не заставляют человека нестандартно мыслить. Упражнения для всех одинаковые, условия для всех одинаковые. Каждый стрелок, попадая на упражнение, он оценивает само упражнение, оценивает мишенную обстановку и уже самостоятельно принимает решение о том, как он будет его выполнять. На изучение упражнения дается от 3 до 5 минут. За это время нужно придумать тактику и опробовать движение. Более опытные бойцы порой придумывают такое, что удивляет как их коллег, так и судейский состав. Каждый сквад, то есть отряд, состоит из курсантов одной дивизии ВДВ из всей России. Рязанское десантное училище представляют всего две команды. По результатам промежуточных итогов наши ребята показывают хорошие результаты. Курсанты Рязанского десантного командного училища и офицеры, которые представляют здесь две команды, на данный момент показывают хорошие результаты. В принципе, пока что результатов еще неизвестно. Но если оценивать так по упражнениям, в принципе, я думаю, они сейчас находятся на лидирующих позициях. Отряд Рязанского десантного училища, посоветовавшись, решает разработать свою тактику. Они убирают одну из пробежек до мишени и стреляют, сильно наклонив корпус. Это позволяет сэкономить несколько секунд драгоценного времени. Виктор – представитель команды. Ему всего 22 года. Участвовал в Кубке России Калашникова и Макарова. Почти во всех командных зачетах он занимал призовые места. Сегодня цель – стать одним из лучших. В целом соревнования проходят на достаточно высоком уровне. Наша команда работает все примерно тоже на одном уровне. Они результаты показывают. Ожидаемые результаты, достаточно высокие. Но, как и любой стрелок, считаю, что можно было лучше. Надо больше тренироваться и все будет. Вторая команда, которая представляет Рязанское десантное училище – женская. Притом другой такой в соревнованиях больше нет. Сейчас Анастасия Терешина внимательно изучает упражнения. На это выделено всего три минуты. Девушке 21 год. Она учится на четвертом курсе. Говорит, что с детства привлекала военная романтика. Правда, маме это увлечение не нравилось. Теперь родители всячески поддерживают девушку. Анастасия участвовала в соревнованиях по стрельбе за женскую сборную. И завоевала первое место. Сейчас она чемпион мира по стрельбе среди девушек. Забавно, что до обучения в Рязанском десантном училище девушка оружие в руках не держала. На соревнованиях по практической стрельбе Анастасия отнеслась к своим результатам с критикой. Для себя я, наверное, стрелялась не очень. Как-то, не знаю, наверное, волнение взяло свое. Но в следующий раз, надеюсь, все получится. А так пока результаты неизвестны. Результаты первых практических соревнований по стрельбе среди всех дивизий ВДВ станут известны в пятницу, 27 мая. На их основе будет собрана команда для участия во всероссийских соревнованиях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.